Приветствую вас друзья! Всех с наступающим 2017 годом! Перед праздниками нужно отдохнуть, и в живописи тоже. Только не бросая ее совсем, а нарисовать что-нибудь простое, на одном дыхании. Что будем рисовать? Конечно елку, поэтому сегодня не будет никаких лессировок, многослоек. В общем, все очень просто. В лес рубить елку не пойдем, запрещено законом. А рисовать с картинки, взятую в интернете, никто не запретит. Вот картинка. Маленькой елочке холодно зимой, Из лесу елочку взяли мы домой. Кисточкой красочкой стали рисовать, Пышную елочку в дождик наряжать. С палитрой все просто. Травяная зеленая, кобальт синий, сиена сженая, кадмий лимонный, кадмий красный и пурпурный. Белила и охра золотистая. Кадмиями красными закрашиваю весь фон. В тенях использую кадмий пурпурный. Также чистыми красными, крашу сапожки, юбку сексуальной снегурки и аксессуары платья. Елочка, это травяная зеленая, в перемешку с сиеной сженой в темных местах. Шарики крашу чистыми цветами, синий, желтый, красный и даже оранжевый, которые составляю из красной и желтой краски. Деревянная лесенка, это охра золотистая с сиеной сженой. Золотой дождик, конечно желтая краска. Это подмалевок, никаких детальных прописок. Пусть все краски перемешаются между собой, между собой на полотне, в некую грязьку. Грязный подмалевок, хороший фундамент, под чистые акценты красок. В общем, говорить особо не о чем. Смотрите. Думаю, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Палитра для человеческой кожи. Красная, желтая, охра. Капельку сиены сжженой. И все это замешиваю на белилах в разных пропорциях. Чулочки. Та же палитра, что и для кожи. Только в темных местах. Смесь синий с коричневый. Короче, мешаю все краски подряд, не задумываясь. Главное вылепить форму предметов. А это значит, неважно, если даже не тот цвет попадет, допустим, на кожу. Главное, чтобы он был по соотношению светлоты и темноты, распределен правильно. В конце, когда будут положены чистые акценты красок, то любой неправильный по цвету мазок, станет правильным. Если он правильный в тональном соотношении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этот подмалевок, было затрачено, примерно 2-3 часика времени. На следующий день, прямо по непросохшей краске, я продолжил писать. Палитра была замешана из тех же красок, только все цвета разбавлены белилами. Это для того, чтобы высветлить места, на которые попадает больше цвета. Например, яркая зелень, смесь травяной зеленой с кадмием желтым. Это для елочных иголок. Бежевые и оранжевые краски для тела снегурки. Все темные места, конечно, чистыми темными красками. Коричневый, зеленый и синий. Желтая краска, разбавленная белилами, подойдет для золотого дождика. Золотой дождик, это украшение елки, а не то, о чем я сначала подумал. Редактор субтитров А.Семкин шарики, тоже помазал разноцветными красочками. Еще раз уточнил тень на стене от снегурочки. Дурочки. И действительно, у нее такое глупое выражение лица, потому что по-другому и не скажешь. Все, что я сейчас рисую, это детальки. Теми же красками, по тем же местам. Все настолько просто, что не знаю, о чем рассказывать. Просто смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры sandbox, один мутный коричневый��� ون в топе сильнее и коричневый, подчеркнул выпученные глазки. реснички. Красными красками усилил помадно-силиконовые губки. И елочка ожила. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все-таки иногда нужно отдыхать, отступая от правил. Срываться на то, что тебе не свойственно. Иначе можно закиснуть. Я абсолютно не жалею, что взялся за односеансовую живопись. И написал эту картину на одном дыхании. С предпраздничным настроением. Теперь есть подарок для хорошего человека. Ну и конечно самое главное. Чем хороша односеансовая живопись на одном дыхании? Она развивает технические навыки в движении рук. Развивает смелость художника. Имея возможность ошибаться. Не боясь испортить то, чего можно переписать, стереть или выкинуть. Также не жалко потраченного времени. Потому что его совсем немного уходит. На эту новогоднюю картинку ушло всего-то часиков 5. Ну может 6 в общей сложности. Рисуйте друзья, это классно. Поздравляю всех любителей живописи с новым 2017 годом. Творческих и жизненных вам удач в новом году. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы и у меня в следующий год был удачным. До встречи друзья.